это расклад на двух колодах таро обе колоды анны стокис готическая и таро легенд это дополнение к раскладу подняться выше по судьбе чем предназначено нет два было уже ритуала то будет результат достаточно этого или надо добавлять но в принципе такие ритуалы на перемену судьбы надо регулярно добавлять посмотрим кого что получилось и получилось ли ничего надо добавить можете загадывать варианты 12 1 4 1 ряд 5 6 7 8 2 ряд из 9 по 12 третий ряд ставьте на паузу не буду открывать карты это именно диагностика без корректировки потому что был уже ритуал начинаем с первого первый вариант четверка пентакли перевернута шестерка мечей прямое новые из падения перешли подъем и открыли себе дороги вошло падение рода очень сильная вот ваш обрезался четверка пентакли было перевернута и пентаграммы на ней тоже соответственно перевернута а сейчас вы открыли себе дороги это начало по крайней мере вы остановили падение и обрезание именно своего рода это не ваша личная судьба это ваш рот это ваши дети ваши родители ваши родственники и ваша линия угасала и пресекалась это знаменует потери имущества и здоровья и отсутствие как бы новых членов семьи по браку по рождению талантливых умных способных вы это остановили открыли себе дорогу вот что вы сделали что у вас получилось процессе вашей жизненной пока большего вы не достигли но это очень много это хороший результат на вели в рождении но по шестерке мечей вам придется много работать еще и много завоевывать место под солнцем и тут мечи с перьями и еще это знаменует учебу документы освоением новых знаний и поэтому у вас идет возрождение обновлений вот что вам это дало такой первый вариант и мы переходим ко второму второй вариант тут пентакли одним рыцарь пентакли перевернутый и десятка пентакли перевернутая у вас есть склонность к большим деньгам и вы можете быть богаты но пока это только создалась такая возможность на пока эфемерная как это фея прекрасная рыцарь пентакли но она пока эфемерно этот киотса это пока начало и вам нужно подкрепляет своими усилиями вы сумели соткать от эфемерной возможности вас по роду и прошлых жизнях вы деньги зарабатывали потому что тут пентакли в черепах это из прошлого тут прошлое и будущее они встречаются ваше потерянное наследство из прошлой жизни потерянное наследство от предков и эфемерная возможность будущего вам надо добавлять на денежные ритуалы на здоровье и на наследство возврат потому что тут эфемерный мостик между прошлым и будущим это фея очень эфемерная если бы она была прямая и десятка это было бы уже завершенно это надо добавлять ну тут потенциал хороший но он не реализуется пока по двум перевернутым картам и он не может реализоваться тут надо добавлять и ритуалы просить смену судьбы вот такой второй вариант переходим к третьему но потенциал хороший так что расстраиваться не стоит вы можете быть богат если приложите усилия естественно если вы будете много работать по перевернутым двум картам изначально вам надо очень много работать как фея парить не будет нет она бы сразу с первого раза упала прямой вот такой второй вариант переходим к третьим третий вариант королева рыцарь жезлов перевернутый королева мечей прямая да у вас получилось у вас получилось из перевернутой правда рассчитывали вы намного больше по перевернутой королеве жезлов получилось королева мечей но тут королева мечей очень красивая с розой обе очень красивые королевы это не важно кто мужчина или женщина спрашивает да но не столько сколько вы рассчитывали но вы получите получите за свое знание не просто потому что вы есть за свои знания за свой умственный потенциал за свою трудоспособность королева мечей это хороший специалист кроли рыцарь жезлов тоже хороший специалист но тут он с единорогом то есть очень хороший запас помощи изначально рассчитывался но королева мечей действует самостоятельно за счет своего внутреннего потенциала то у вас получилось 2 карта не столько сколько вы рассчитывали но получилось все удачно но за счет вашего умственного чем больше вы вложите в свою голову и больше отдадите это работе тем выше вы подниметесь тут четкая закономерность сколько посеяли столько и пожнете идите по ступенькам вверх идите сами у вас это вот получаться такой третий вариант четвертый вариант шестерка кубков прямая седьмой аркан колесница перевернутая тот был бы бизнес если бы шестой арка седьмой аркан был бы прямым но он перевернутый потом это у вас получилось получилось создать материальную базу и семейную базу у вас это получилось у него и получилось себе создать финансовые подушку безопасности какой-то доход довольно таки постоянные плюс вы получите верного друга как этот волк может он как дракон звезд с неба не хватает но он верный и рядом с вами будет да у вас получилось получилось создать стабильность своей жизни это ваш результат не гонитесь за очень многим берите шестерку и живите счастливо по шестерке кубков можно очень счастливо жить особенно если подпирают колесницам пусть перевернутая но все равно это колесница еще перевернутая колесница вам советует не искать счастья дальних краях наоборот поближе перевернутая перекрывают дорогу как раз но не в том смысле что закрывает дорогу они советуют отъезжать вот такой четвертый вариант а мы переходим к пятому пятый вариант но такое интересное бывает очень очень редко сейчас я расскажу вы сами поймете в чем он уникален тут два пажа мечей или два вальта мечей один очень интересный с драконом и зеленый цвет девушка с драконом оба зеленого зеленый цвет денег и красный и черный если вы видите карта в красном а вторая в черном твите девушка с крыльями тоже в черном еще и перья в общем смысл это того что по краднику если вы делаете краднику умеете тут и миллионы можно вынести а просто работаете вы по кодексу или без кодекса если вы без кодекса то вы в итоге перевернетесь и дракон даже вас не удержат и разобьете взлетите слишком высоко дракон и второй рыцарь имеет крылья как и кар закончится а если вы по кодексу работаете с разрешения то тут и миллионы можно вынести как это ваше искусство ваша шпага ваша рапира но если вы вытянули этот вариант вы это прекрасно знаете у вас талант сумасшедший к этому работаете работаете по разрешению тут и миллионы можно получить ничего не имея с нуля зеленый красный черный это как раз магия денег привлечь как видите паш в черном он на коленях он спрашивает разрешение по разрешению это можно тут и миллионы можно натащить именно натащить другого слова планета талант у вас какому сумасшедший это крадник такой супер крадник по такому только миллионером быть так что работаете пятый вариант богатеть но с умом и и надо иметь понятие у кого вот мы переходим к 6 шестой вариант туз кубков и туз жезлов и тут туз жезлов хоть он и перевернутый зато он повторяет карту высших сил это его делает более сильным чем просто он прямой да конечно да два туза дракон волк чаша полная и в общем то это рукоять меча специфическая такая а не крест конечно да это судьба более высокая чем вам было предназначено это реально и вернее это ваша суть она у вас была она просто проявится и вы получите конечно да вы получите и богатство и домоположение все дракон говорит что вы очень высокого происхождения у вас есть титул и очень высокие на какому-то королевскому роду принадлежите даже если вы не помните этого и не знаете то можете узнать вам положено очень много у вас есть порода у вас есть потенциал у вас очень много чего есть будет у вас богатая недвижимость и положение в обществе это ваше отрождение именно в общем то для таких как вы эти ритуалы и созданы добавляйте их и добавляйте на недвижимость а на карьеру и на взлету на удачу вы принадлежите к королевскому роду даже если не знаете об этом и ваша кровь у вас проявляется наследство вашего рода во всем вот такой шестой вариант и мы переходим к седьмому отшельник девятый аркан перевернутый это седьмой вариант и восьмерка мечей перевернута вы получили конец вашего одиночества одиночество или духовного или на физическом плане ну вы получили это не возвышение но вы получили конец одиночества и возможности реализации вашего знания извне у вас вы сами в себе были заточены и люди вам встречались очень неприятные много по жизни вы получаете реализацию что вы свою личность наконец сможете реализовать но тут обе карты перевернуты поэтому надо добавлять и вам обязательно нужны ритуалы на контакты на знакомства на удачу на победу это не материально и не карьера но это конец одиночества а тот меч обрезает вашего перевернутого отшельника и дает выход выход по некой пусть перевернутой но справедливости и скорости действия вы можете реализоваться реализовать свой потенциал вот что вы получили седьмой вариант и это очень неплохо потому что одиночество это как печать оно тяжелое вы сможете реализовать свой потенциал а он у вас очень большой и через свой потенциал чего-то добиться вот такой седьмой вариант переходим к восьмой восьмой вариант влюбленный прямой аркан и паз жезлов прямой да конечно вы подниметесь по жизни выше два дракона это безусловно вы подниметесь за счет любви за счет брака за счет личных отношений и связей они вас как на драконе вознесут вы не сами а за счет своего обаяния за счет своей красоты за счет связи с партнеров это вас вознесет вы получите судьбу более высокую чем предназначено за счет любви имейте ввиду и на это делайте свою ставку в жизни во всем и вам повезет ваш дракон к вам спешит который вас вознесет дважды он показан это череп это вас давно ждало но не могло пробудиться вы достигнете за счет своих связей и личного обаяния да вы получите судьбу более высокую чем предназначено это сто процентов вот такой восьмой вариант это мы переходим к девятом девятый вариант шестерка жезлов прямая и тройка кубков перевернутая вас очень тянут ваши эмоции перед вами открылись дороги хорошие дороги для карьеры для всего но вам надо разобраться с вашей личной жизнью с вашей семьей и с вашими друзьями кто вас тянет вверх а кто назад это мешает вашей реализации очень сильно на шестерку вам открылись возможности а на тройку вы тянете назад то есть как бы поэтому очень буксует вам надо разобраться в ваших личных отношениях и по моему там как бы так по мнению сил скажем в прямую нечего там разбираться там кубок пустошен уже давно вылилось а вы там чего-то ищите как эти летучие мыши которые парят так этот кубок он уже и высох и пустой разбираться там нечего а вы все чего-то ищите и там все сказано а все показано и ваша удача это уйти от этих отношений это позволит вам реализоваться вот чего вы добились добиться вот добились но вам осталось делать потому что за вас никто в мире это решить не может либо вот так вы и проведете в размышлениях кто прав кто виноват кто был первым кто последний а свекровь ли виновата или теща или свекор брат, сват, друг ну или может быть просто стоит покончить с этим и начать пану ну дороги вы себе открыли давайте мы открыли себе дороги к новому но вам надо оставить прошлое вы не идете к новому все время как по кругу бежите к прошлому и кто ж там был прав кто виноват кто давно пора забыть и переходите нам надо лучше посвятить себе и своим интересам время чем этому и это у вас возможность есть и вы должны ее использовать вот такой девятый вариант пятнадцатый аркан перевернутый четвертый император перевернутый два старших аркана тут нечего сказать вам во власть прямую дорогу император с пятнадцатым арканом ну такие люди только в голове структур легальных нелегальных стоят у вас есть все вы себе открыли но надо продолжать чтоб карты стали прямые это карта власти достижения любых целей император и владеете силой тут богатство путей к всему только как-то соблюдайте какую-то меру потому что по перевернутым картам тут как бы до меры очень далеко если она вообще есть вы достигнете любой цели вы все перевернете на своем пути вы сметете любого противника у вас все будет ну как бы вы вы должны помнить о какой-то сдержанности о какой-то морали о каких-то условиях но это все не очень-то пустые слова вам надо об этом подумать вы по жизни император в этого заслуживается потому что личность очень незаурядная и сила вас поддерживает но пользуйтесь своим талантом на благо всем и прежде всего себе идите к своей цели и не оглядывайтесь да у вас судьба более высокая чем вам предназначено но вы и заслуживали изначально очень высокую судьбу как любой император еще два старших аркана да конечно да но по перевернутом это будет сложно это точно это не будет легко вам придется всегда бороться вообще всегда и вокруг вас будет очень много неискренних людей готовых на все чтобы заполучить ваши деньги ваше положение что угодно и много будет предательств из-за этого из-за зависти это эффект перевернутых карт это не спокойная власть а постоянная борьба вечно должны завоевывать свой трон и вечно его удерживать вот такой десятый вариант и мы переходим к 11 одиннадцатый вариант семерка мечей прямая второй аркан жрица перевернута очень красивая жрица у вас судьба поменяется но не в материальном плане вы будете познавать тайны вам путь по эзотерике хотите духовное направление чисто религиозное хотите знания и тайны может быть у вас проснется и в сновидении может быть какие-то способности даже к магии но вы будете познавать тайны которые доселе для вас но вам были недоступны они были от вас закрыты вам разрешают после этого заглянуть в тайны которые были недоступны вам и закрыты которые обычным людям закрыты вы познаете иной мир мы знакомы иную структуру мало связанную с вашим сегодняшним представлением вам разрешают заглянуть за завесу тайны вы избраны стали жрицей но еще жрицей перевернуты вам надо идти по этому пути по этим ритуалам да вы достигли другой судьбы но не в социуме а в зависит тайна к чему люди очень всего стремятся что там за грани жизни и смерти вы узнаете и очень очень много чего и научитесь вам разрешено обучение и вот ваша награда и иное не просите в жизни потому что это и так очень большая честь такой одиннадцатый вариант а мы переходим к двенадцатому двенадцатый вариант седьмой аркан колесница тут очень интересная колесница и четверка мячей прямая оба прямых да конечно вы достигнете больше чем предназначено это безусловно по двум прямым картам и тут колесница очень интересная вам дана власть помимо материального успеха и недвижимость вы получили материальный успех недвижимость и бизнес и у вас есть лазь над жизнью и смертью и имуществом других людей и она у вас есть уже вы распоряжаетесь по праву и можете никого не спрашивать распоряжаться вы держите фонарь чужой жизни и держите ножницы которые перерезают чужое имущество или род вы можете обрезать чужой род и чужое имущество и завладеть им по праву никто вам не может возразить потому что вы сама как смерть выступаете вы владеете вы можете продлить жизнь можете ее обрезать и фонарь жизни и смерти у вас в руках и меч который перерезает и вы будете богаты и сова говорит о большой мудрости что пользуетесь вы этим очень мудро и очень очень осторожно очень очень осторожно и никто не подозревает что это вы в глухом лесу и никто подумать на вас не может очень сильная позиция вы должны знать свои возможности и вы поднимитесь из этой глухой глуши и вы подниметесь на вершину этого заслуженно это ваше собственное вы подниметесь как сова взлетите да безусловно вы получите более высокую участь и вы ее заслуживали очень давно у вас очень большая власть над чужой жизнью смертью судьбой имуществом родом это ваше урожденное свойство ваше знание но вы их еще не показываете никто никогда не догадается только ясновидящие вот такой двенадцатый вариант мы заканчиваем